Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 27 декабря. С вами Наталья Козина. Здравствуйте. Мы продолжаем интервью с Максимом Светуньковым, доктором экономических наук, заместителем директора Центра стратегических исследований Ульяновской области. Мы говорим о бюджете грядущего 2020 года, о том, как и в каком виде он будет исполняться, какие экономические инструменты для этого применяются. Коротко напомню, что мы говорим о программном формате исполнения бюджета. И хотя это понятие для исполнительной власти существует уже не первый год, но для нас, рядовых жителей, некое недопонимание остается, чем программный бюджет отличается от сметного. А ведь мы привыкли совсем к другому, привыкли к плановой экономике и пятилеткам. Теперь все принципиально по-другому. Например, дорожные карты, на которых так часто ссылаются чиновники. Это что такое? Имеют ли они какое-то отношение к дорогам? Возвращаемся к программному формату исполнения бюджета. На сегодняшний день это единственная реальная форма исполнения бюджета. Слушаем Максима Светунькова дальше. Сколько всего у нас программ на территории Ульяновской области? Таких программ у нас на территории чуть больше 20. Они укропненные по каждому ведомству. Например, Министерство социальной защиты. У него есть программа развития этой отрасли, которая предполагает работу с различными группами. Там есть сферы малоимущие, категория населения, есть пенсионеры, есть инвалиды, молодежь и прочее, прочее. Вот под каждую категорию населения разрабатывается подпрограмма. То есть она в рамках вот этой большой государственной программы регионального уровня. Для чего это делается? Во-первых, у нас есть базовый документ развития. Это стратегия развития Ульяновской области, где вот эти все индикаторы по каждой отрасли, они зафиксированы. И перед отраслью стоит задача. То есть такая проблема, которая сейчас актуализируется с каждым годом все больше и больше. У нас население становится все меньше, меньше и меньше в Ульяновской области. Возникает вопрос, что мы хотим увидеть в 2030 году? Понятно, что эта планка такая далекая. Но если мы не будем думать о том, что произойдет через 10 лет, ну, соответственно, мы те задачи, которые будем выполнять сейчас, они не будут способствовать росту населения. Ну, соответственно, ставится какой-то показатель, что, ну, например, увеличить там население Ульяновской области на 10% по сравнению с текущим положением. Соответственно, что мы должны сделать? То есть есть отдельное направление деятельности со старшим поколением. Здесь, значит, акцент на систему здравоохранения, повышение качества жизни, какие-то социальные услуги. Что делать с молодежью, чтобы она не уезжала с нашего региона? Соответственно, это проблемы трудоустройства, это проблемы адаптации, обучения. И опять-таки в рамках вот этого направления есть своя подпрограмма со своим софинансированием. И вот по каждой категории населения есть определенно четко очерченный набор действий, что государство должно здесь делать. И сами государственные программы, они принимаются тоже не на короткий срок, как правило, это 3-5 лет. И у нас в Ульяновской области больше 20 этих государственных программ, которые взаимоувязаны друг с другом по срокам, по ресурсам, исходя из той стратегии, которая нарисована к 2030 году. Поэтому те меры, которые предпринимаются, например, в той же самой строительной сфере, они исходят из того, какие изменения у нас предполагаются в социальной сфере или в сфере культуры. То есть это такие процессы со-развития в разных отраслях, но в одном направлении. А с точки зрения экономистов это правильно? Это удобно вот так вот строить свои планы и осуществлять их? Без планирования в экономике невозможно никакое развитие, но здесь есть ряд скользких моментов. Вот то, о чем я говорю, про стратегическое планирование, здесь нужно правильно его делать. Потому что мы понимаем, какие ресурсы у нас есть в регионе. И есть какая-то цель, которую мы хотели бы. Возникает вопрос, а позволят ли те ресурсы, которые у нас есть, достичь эту цель? И опять-таки ту цель, которую мы достигнем в 2030 году, она вообще будет актуальна для всей России в целом. Или для того мирового развития. И опять-таки мы же не можем с точностью сказать, что в 2030 году у нас будет вот Россия занимать такое-то, такое-то место в мировом разделении труда. Это Ульяновская область должна в этом мировом разделении труда выполнять вот такую-то задачу. И тогда мы будем жить все очень хорошо. Но здесь и накладываются глобальные процессы развития, и общероссийские, и региональные. И поэтому сопоставить имеющиеся ресурсы с той целью, которую мы хотим достичь, это на самом деле очень сложная задача. Вот здесь вот включается очень широкий спектр научных инструментов, и исследовательская работа, и строятся серьезные прогнозные модели. То есть здесь достаточно большая подводная часть айсберга под названием стратегия развития. Мы видим на выходе документ, он толстый, многостраничный, много цифр, но за этим документом стоит очень большая работа. То есть там нет ни одной цифры необоснованной. То есть там учитываются все процессы имеющиеся, и депопуляции населения, и культурные трансформации, и прочее-прочее. Поэтому стратегическое развитие – это достаточно большая проблема, потому что еще нужно найти необходимых специалистов, которые умеют мыслить вот такими категориями, видят всю картину в целом, а не отдельное направление. Поэтому вот документ о стратегическом развитии региона, он по сути такой вот структурообразующий. А все государственные программы – это вот как маленькие шажки к достижению вот тех целей, которые есть в стратегии. Про дорожные карты утащите, пожалуйста. Дорожные карты. Ну, на самом деле, честно скажу, само словосочетание мне не нравится, потому что оно не отражает суть. Нам тоже не нравится. Вот, и если уж так вот смысл слов попытаться разобраться… Но чиновники очень лихо обращаются с этим определением. Слово вошло в оборот государственных чиновников, государственных служащих где-то с 2000-х годов. Это западная терминология. А по-русски все достаточно просто – календарный план работы. И когда говорят, что утверждена дорожная карта, по сути утвержден календарный план работы, что вот к такому-то числу у нас должны быть выполнены такие-таки и такие-то работы. Но, к сожалению, мода пошла из федерального центра, мы теперь вынуждены осваивать этот язык и тоже использовать, что есть дорожная карта. В противном случае на федеральном уровне нас не понимают и использовать русский язык не очень-то хотят. Поэтому вот дорожная карта – все просто – календарный план работы. Где-то он укрупненный, где-то детализированный, где-то приблизительные сроки установлены. Все зависит от того формата дорожной карты, которая принимается для тех или иных мер. На заре демократических преобразований и демократических реформ рукоплескала вся страна. Мы избавились от советского прошлого. Как нам надоела эта плановая экономика. Замечательно, что мы переходим на новые рельсы управления нашей экономикой. Мы по-другому планируем. Проходит время, и вдруг пробиваются голоса очень умных и авторитетных людей о том, что «А ведь плановая экономика – это, оказывается, великое достижение экономистов». Совершенно очевидно, что там были большие-пребольшие плюсы. Как жалко, что мы избавились от этого. А вам жалко, что теперь нет плановой экономики? Тот формат плановой экономики, который был в Советском Союзе, у него были и плюсы, были и минусы. Плюсы – то, что было четкое понимание, что происходит в каждой отрасли. И можно было мыслить категориями на 5, 10, 15 лет вперед. С другой стороны, очень серьезный недостаток плановой системы Советского Союза заключался в том, что зарегулированность была различных отраслей, которые не надо было планировать и не надо было регулировать. По сути, любое планирование предполагает управление крупными объектами. И какие-то такие мелкие сферы, их не надо было планировать. Например, как можно спланировать на пятилетку работу парикмахерской? И возникает вопрос, а есть ли смысл сферу услуг такую мелкую планировать? А самое страшное, что вопрос не стоял, нужно ли или не нужно, он был уже решен, нужно было планировать. И в результате должен был появиться человек, который будет регулировать деятельность парикмахерских, составлять отчеты, планы, каким-то образом контролировать отчетность, исполнение. А этому человеку нужно платить заработную плату. А с другой стороны, возникает вопрос, сколько таких людей нам необходимо, ну, предположим, на город Ульяновск, чтобы все парикмахерские, которые тогда были государственные, частного бизнеса не было. Сколько человек должны планировать деятельность вот этой отрасли? А теперь возникает вопрос, те люди, которые планировали деятельность парикмахерских, их деятельность тоже нужно планировать. Значит, соответственно, должен стоять вышестоящий планировщик. А теперь представьте в масштабах страны, сколько планировщиков-планировщиков должно быть в штате государства. И вот эта система плановой экономики, которая была в Советском Союзе, имея кучу плюсов, имела один большой недостаток. Она была экономически неэффективна, потому что какие-то отрасли просто не нужно планировать в каком-то стратегическом развитии. Да, они должны существовать, но внимание государства к таким отраслям, оно должно быть минимальным. Почему? Потому что роль вот этих вот различных организаций, ну, в основном это сфера услуг, она излишняя. Нужно мыслить более крупными категориями, там, где серьезные деньги, где объекты именно стратегического развития страны, и тогда это себя оправдывает. Вот, к сожалению, в Советском Союзе наработки Запада в большинстве своем были закрыты, а еще в 1937 году Рональд Коус, это лауреат Нобелевской премии по экономике, которую он получил в 1991 году, то есть прошло достаточно много лет, когда признали его наработки. Он доказал, что Советский Союз, он просто экономически неэффективен из-за того, что вот это тотальное планирование охватывает все сферы жизнедеятельности. Ну, невозможно это сделать, у человека должна быть доля свободы. И сейчас уже весь мир четко вслух признал, что эффективна только смешанная экономика, где есть определенная доля свободы, ограниченная какими-то там правовыми рамками, ну и, соответственно, есть государственное управление, когда государство понимает, куда оно должно двигаться, как оно должно развиваться, и расставляя приоритеты. И вот, например, есть понятие национальные проекты. Вот национальные проекты – это один из инструментов вот такого вот стратегического развития страны, когда государство говорит, мы будем развивать вот именно эти направления, потому что мы видим за ними перспективу в ближайшие 10-15 лет. Максим Светуньков, доктор экономических наук, заместитель директора Центра стратегических исследований Ульяновской области. Сегодня участник вечерней передачи. В 19.20 эта беседа прозвучит полностью. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» – будни. Факты, события, комментарии. А теперь самое время обсудить наступающий Новый год. Как мы к нему готовимся? Чем хотим порадовать родных, близких и друзей? Как будем украшать свой дом? А какие могут быть сомнения? Конечно же, купим елку или сосенку, развесим игрушки, мишуру, фонарики. Елка в доме – это, безусловно, самый главный новогодний атрибут. А как елка к нам попадает? Какой путь проходит прежде, чем окажется дома и будет украшена? Для лесников и лесничеств время заготовки новогодних хвойных красавиц – тоже важная пора. Это время, когда лесничества на продаже елок могут существенно пополнить свой бюджет. Непорядок, если этому мешают нелегальные заготовители. Назовем их злоумышленниками. С середины декабря в населенных пунктах действует межведомственная акция «Лес». Подробности мы выяснили у Петра Микки, исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства. В 2019 году губернатором Ульяновской области издан указ как раз о проведении межведомственной акции «Лес», в рамках которой у нас осуществляется мероприятие по рейдам, по заготовке новогодних елок. Да, эта ситуация очень волнительна и очень беспокоит Министерство природа и цикличной экономики Ульяновской области. По поводу нарушителей, которые срубают елки, грузят их на машину и продают, положив деньги себе в карман. А вот такие злоумышленники сильный урон вам наносят? Какой прибыли вы из-за них лишаетесь? В настоящее время лесной кодекс предусматривает для заготовки новогодних елок заключение договоров купли-продажи продукции. И плюс лица заинтересованы в заготовке новогодних елок, они могут заключать лесные участки в целях аренды. Что касается урона, есть методика расчета незаконной заготовки данных новогодних елок. И да, бывают случаи, когда такие ущербы достигаются существенных показателей. На сегодня у нас акция начата 12 декабря, она продлится до 25 декабря. В настоящее время незаконных рубок новогодних елок на землях лесного фонда не зафиксировано. В прошлом году нарушения были зафиксированы на территории Кузоватовского района, там лица были привлечены к ответственности. А известно, на какую сумму он нанес ущерб лесничеству? Кузоватовскому лесничеству нанесен был ущерб более 5 тысяч, что повлекло возбуждение уголовного дела. При рубке новогодних елок, если ущерб превышает 5 тысяч рублей. И ущерб как раз он дает возбуждение уголовного дела. Данные злоумышленники как раз были привлечены. У нас в городе четко определены легальные елочные базары. Злоумышленники же не могут встать на эту точку, на официальную. Вот таких нелегальных елочных базаров много выявлено. Вы знаете об этом? В настоящее время у нас действует межведомственная группа. Это сотрудники, не уходят лесничества, входят сотрудники полиции, мэрии города. Они производят патрулирование, выявление таких вот незаконных мест продажи елок. Представители лесничеств входят в эти летучие бригады, скажем так, в рейды? Да, основная их задача это проверка документов и выяснение как раз откуда были эти новогодние елки привезены, где они были заготовлены. На сегодня фактов незаконной заготовки елок на землях лесного фонда Ульяновской области не зафиксировано. Петр Мика, исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства, рассказал, как пресекается незаконная рубка новогодних красавиц. А ведь еще есть и другая опасность. Вандалы, которые ради краткосрочного удовольствия рубят сосенки и елочки в черте города. А как это пресечь? Как наказать таких хулиганов? Вот что нам рассказал Кирилл Субаров, заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска. В этом декабре уже были такие сигналы. По нашу основная задача управления по охране окружающей среды не допустить уменьшения количества зеленых насаждений. Потому что все-таки зеленые насаждения в нашем городе являются нашими легкими. Второе, это все-таки красота. А вот штрафы, смотрите, срубят такую елочку. А сколько она стоит? У нас есть методика расчета по поводу срубивших зеленых насаждений. Первое идет, это порода зеленого насаждения. Второе, это идет диаметр ствола уже срубленного. И это все плюсуется, плюсуется и превращается в весьма такую круглую цифру. А известно, сколько вот таких точек, где у нас растут зеленые насаждения, которые могут быть правонарушителями срубленные? И где за ними нужен глаз да глаз? Ну, в основном это лесопарковые зоны. Парк Прибрежный, который у нас находится в Новом Городе. 40 лет в ЛКСМ. Залужский район, верхняя терраса, тоже лесогустая парковая зона. Парк Победы, Ленинский район. Парк Юности, плотная лесопарковая зона. Очень много зеленых насаждений семейства еловых, поэтому следим. И еще одно интервью о продаже новогодних елок. Известно, что с 16 декабря в Ульяновске проходят рейды по выявлению нелегальных елочных базаров, на которых наверняка продаются незаконно срубленные елки. Слушаем Евгения Иносова. На территории города Ульяновска рейды по выявлению незаконных елочных базаров проводятся с 16 декабря. За это время сотрудниками Управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска совместно с полицией проведено 7 рейдов. Выявлено 16 точек незаконной продажи новогодних елок. Они располагались на улицах Гагарина, Радищева, Скачилова, Ульяны Громовой, Шигаева, Облукова, Рябикова, Автозаводской, Богдана Хмельницкого, Карбышева, проспектах Филатова, Нариманова и 50-летие ВЛКСМ. В результате рейдов составлено 22 протокола об административном правонарушении. И после вынесения решения мировыми судьями, виновным грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А 3, 4 или 5 тысяч рублей штрафа, это кто будет решать? Мировой судья. До какого числа продлится эта акция и сколько вам нужно будет проверить? У вас ведь наверняка на руках есть список как раз легальных елочных базаров. И поэтому легко выявить нелегалов. Акция продлится до 30 декабря. У нас определен список точек, где разрешена торговля елками. У них должно быть разрешение соответствующее заниматься коммерческой деятельностью. Разрешение на торговлю на данном участке. То есть у нас определяются нестационарные торговые точки, сезонные. По итогам конкурса схема размещения она утверждается. Администрация победитель конкурса. Соответственно, у него есть документация, что он победил в конкурсе и имеет право торговать на данном участке елками. Так кто это? Участниками конкурса могут быть все предприниматели. Что происходит в тот момент, когда продавцы вам не могут предъявить документы? На них составляется протокол. То есть рейды проходят с участием полиции. У них спрашиваются документы, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. И на него составляется протокол. А если нет документов, пожалуйста, пройдемте в полицию для выявления вашей личности. Не бывает такое, что сбегают эти продавцы? Не бывает. Они знают, кошка, чье мясо съела, да, и просто покидают место преступления. Право нарушения, скажем так. Ну, в этом году таких фактов не было. Бывает, ведут себя агрессивно, да, есть такой момент. Но, в целом, все-таки, сотрудникам управления административно-технического контроля, администрации, полиции, достаточно работают эффективно и удается составлять протокол на этих граждан. Петр Мика, Кирилл Субаров и Евгений Носов рассказали о продаже новогодних красавиц и выявлении нелегальных елочных базаров. Самый волшебный праздник Новый год всем хочется встретить громко и с размахом. Салюты и петарды – вот они, неизменные спутники новогодней ночи. Чтобы праздник не омрачился несчастными случаями, следует придерживаться простых, но жизненно важных правил. В первую очередь, соблюдать технику безопасности и не покупать контрафакт. Продолжит мой коллега Алексей Сорокин. Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС вместе с сотрудниками органов внутренних дел проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники. Основная цель рейда – привлечь внимание населения к вопросам безопасности при использовании петард, фейерверков и салютов. Слово заместителю начальника Главного управления МЧС России Паулянской области Равилю Идиатулову. У нас, к сожалению, ежегодно новогодние праздники связаны с тем, что возрастает количество пожаров и гибель на них людей. В связи с этим, Управление надзорной деятельностью, Главное управление МЧС России Паулянской области заблаговременно приняты меры по профилактике пожаров в жилом секторе, поскольку 80% пожаров происходит именно в жилом секторе. Проводим рейды, инструкцируем граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Также в преддверии мероприятий, связанных с Кремлевской елкой, на основании поручений правительства РФ сейчас проводятся внеплановые проверки мест задействованных при проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. У нас ожидается, что эти мероприятия будут проведены на 215 объектах. Сейчас более 60% проверок уже завершены. Имеются, конечно, нарушения. Добиваемся их полного устранения, но, к сожалению, есть такие объекты, которые не смогут устранить, и силами Главного управления МЧС России Поляновской области на них будет организовано дежурство сотрудников для принятия неотложных мер по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на ранней стадии. Если взять пример прошлого года, в период с 1 декабря по 31 января, только вот за два месяца, именно когда начинается отопительный сезон, новогодние мероприятия, произошло 318 пожаров, на которых погибло 20 человек. Хотя при этом за целый год погибло 77 человек. То есть 20% только в зимние месяцы, декабрь и январь. Сейчас начинается активно торговля пиротехническими изделиями. Мы будем с сотрудниками органов внутренних дел проводить рейды по выявлению мест несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, чтобы пресечь. Напомню, что реализация пиротехнической продукции должна производиться только в отдельных секциях магазинов, киосках или павильонах, которые не имеют доступа покупателей к пиротехнической продукции, а также защищены от света солнца и попадания на них осадок. У нас зарегистрировано пока 33 таких объекта на территории области. Все мы их обязательно обследуем, выдадим рекомендации собственникам. На всех площадках, где будут организованы фейерверки, будет обязательно дежурить сотрудник как надзорной деятельности, так и пожарные автомобили для ликвидации возможности защищения ситуации на ранней стадии. К сожалению, статистика показывает, что основными причинами пожаров на новогодние праздники являются это, первое, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Это 40% погибших у нас именно при неосторожности курения в состоянии алкогольного опьянения. Вторая причина – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. И третья – это эксплуатация неисправных печей. По закону, продажа петард разрешена гражданам, достигшим 16 лет и только при предъявлении паспорта. Речь идет о самых простых пиротехнических изделиях – хлопушках, небольших петардах. А вот ракеты и салюты доступны только совершеннолетним. Ну и, конечно же, покупать пиротехнику следует только в специализированных или крупных сетевых магазинах. Продолжит заместитель начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ульяновской области Евгений Симыкин. В период новогодних праздников взрастает объем приобретаемых гражданами пиротехнической продукции. При этом покупатели часто смотрят на красивую и яркую упаковку, не обращая внимания на качество приобретаемой продукции. Избегайте случаев приобретения пиротехники с истекшим сроком годности, следами механических повреждений, без инструкции по эксплуатации, а также при отсутствии сертикатов соответствия. Не следует покупать пиротехнику с лотков, на объектах уличной торговли, с автотранспорта или просто с рук продавцов, а также у продавцов, которые не могут предоставить вам сертификаты соответствия. В большинстве случаев это может быть либо контрафактная, либо некачественная продукция. Старайтесь приобретать пиротехнику на объектах стационарной торговли у специализированных организаций, которые реализуют пиротехнику, официальных производителей. Помните, что запрещено применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, на балконах, лоджиях, а также на спортивных площадках. Генеральный директор компании «Салют Ульяновск» Павел Скворцов отмечает, что покупатели должны обращать пристальное внимание на то, что у каждого изделия есть свой класс опасности, а также внимательно изучать сертификат продукта. При продаже продавец доводится до сведения покупателя информацию о наличии сертификата, о соответствии и потребовании покупателя знакомит его со следующими документами. Копия сертификата, заверенный держателем подлинника. Качественный товар продается только в магазинах специализированных и стационарных, то есть на улице огромная вероятность нарваться на контрафактную продукцию, поэтому рекомендую всем покупать только в специализированных магазинах. Для того, чтобы быть уверенным, что фейерверк отвечает всем требованиям, покупатель может потребовать предъявить сертификат на продукцию. Хотел бы показать, как правильно в нем разобраться и сверить артикулы и действительно ли эта пиротехника является сертифицированной. Есть свой артикул. На сертификате нужно обратить внимание на его срок действия, потому что сертификат может быть просроченный и вам могут попытаться продать просрочную продукцию. Срок действия у нас указан в сертификате. И к каждому сертификату идет приложение. В приложении указаны все артикулы и весь товар, который подлежал сертификации. И мы сверяем артикул на упаковке и артикул в приложении. Следует помнить, что пиротехника может праздник и испортить. Ведь даже взрослые при обращении с ней забывают об опасности возникновения пожара и получения тяжелых травм. Чтобы грядущие праздники прошли без последствий, достаточно соблюдать несложные правила быть внимательнее и осторожнее. Накануне Нового года всегда хочется оглянуться назад, чтобы решительно шагать вперед. Послушаем предновогодний сюжет «Опрос ульяновцев», который подготовила моя коллега Надежда Шелько. Когда до наступления чудесного, доброго, действительно сказочного праздника остается совсем мало времени, каждый из нас перелистывает яркие страницы уходящего года, размышляет о настоящем и задумывается о будущем. Жители нашего города, с которыми мне удалось пообщаться в эти предновогодние дни, разные по возрасту. И поэтому становится еще интереснее, а что именно они думают, рассуждая на тему Нового года? Меня зовут Алла. Дочку меня зовут Залина. Новый год для меня это семейный праздник. Ждем чудес, верим в них, ждем подарков. Лучше, чтобы что-то изменилось и в стране, и в жизни у меня. Желание загадываете, когда часы бьют двенадцать раз? Да, верю, загадываю. Иногда сбывается, но в основном все желания мы сами все исполняем, но и в чудеса тоже надо верить. А что хорошего было в старом году, если припомнить? Ребенок в школу пошел, удачно. Мы все равно переживали, боялись, что будет без желания в школу ходить. Нет, ходит. Ходим на самбо, ходим на гимнастику. У вас есть какая-то любимая новогодняя песня, связанная с зимой, с Новым годом, с волшебством? Ну, наверное, только с Новым годом если связана, то есть маленькая елочка. По традиции только вот это, наверное. А что бы вы пожелали в преддверии наступающего 2020-го Нового года? Всем тем, кто сейчас нас слушает. Самое главное – это здоровье. Счастья, успехов в работе, в учебе. У кого нет детишек, чтобы они появились, поверить в чудеса. Меня зовут Елена Юрьевна. Хочу пожелать всем на Новый год, чтобы все сбылось. Чтоб дети, родители, бабушки, дедушки только радовали. Обязательно. Потому что, когда у детей все хорошо, у родителей тогда тоже, нам больше ничего и не надо. Детям почаще приходить на прекрасные елки. Взрослым желаю, чтобы было как можно меньше проблем в Новом году. Чтобы все мечты сбывались. Потому что Новый год – это ожидание сбывшихся мечты. Но старый год у меня был очень сложным. Просто, чтобы все сложности остались в старом году. А в Новый год пришло только самое лучшее. В волшебство верите? Любой человек, независимо от возраста, в душе остается ребенком. Поэтому мы это загадываем и надеемся, что сбудется хоть что-нибудь. Вы зиму любите? А если любите, то за что? Зиму я вообще-то люблю, потому что белый-белый-белый снег, мороз, солнышко, воспоминания детства чудесные, санки, лыжи, коньки, каникулы новогодние. Ну и, по-моему, у нас в России без зимы чего-то будет не хватать. Но сейчас у нас снега мало в Ульяновске. А я и говорю, с бывшейся мечты должны быть. Снег, я надеюсь, все-таки будет. В прошлом году было так же. Но в феврале мы вот здесь вот катались возле обелиска на ватрушке, прекрасно себя чувствовали. Чего желаю в этом году тоже. Если бы не было зимы в городах веселых, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Что для вас будет самым лучшим подарком в 2020 году? Я хочу, чтобы моя внучка Алена поступила в институт, что она заканчивает в этом году школу. Чтобы все были здоровы, счастливы, и чтобы все сбылось. В учебе обязательно. Чтобы все получалось. Потому что учиться сейчас намного сложнее, чем раньше. Колянов Андрей Александрович. Какие надежды и ожидания вы связываете с наступающим новым 2020 годом? Мы ждем от Нового года каких-то новых свершений, исполнения тех желаний, которые у нас не исполнились в предыдущих годах. Мы всегда рассчитываем на что-то светлое, большое и в то же время доброе, на реализацию поставленных целей и задач. 2019 год конкретно для меня был достаточно удачным, как и в плане работы, так и в целом. Очень много нового, интересного. Получен неисчерпаемый опыт. Лучшим подарком всегда являются окружающие люди с их теплым добродушным отношением друг к другу. Мы все друг друга поддерживаем и делаем достаточно крупное дело и важное дело это воспитание детей и молодежи. Лучшим подарком будет реализация детей, самореализация их возможности продвинуться потом в дальнейшем куда-то дальше. Вот есть у вас любимый новогодний фильм? Про фильм нет, а вот новогодний мультик, который мне еще запомнился с детства, это «Зима в простоквашино». И особенно со своей новогодней песней она все время навеивает такие теплые чувства и предвосхищает праздничное настроение. А как же фильм традиционно, который все смотрят, это «Ирония судьбы»? Как любой россиянин, так же смотрю, так же радуюсь. Я обожаю зимние каникулы, всегда стараюсь выехать куда-то на природу. Это зимний велоспорт, прогулки на лыжах, катание на коньках иногда. Пытаюсь за вот эти вот несколько выходных дней по максимуму поехать, где-то попутешествовать, как-то разгрузиться активным отдыхом. Пожелание от вас в преддверии 2020 года. Пусть Новый год станет для нас добрым, счастливым, теплым. Пусть он нам принесет больше радостных и ярких дней. Желаю в этом году всем быть здоровыми, красивыми, любимыми и, самое главное, успешными. Мне нравится Новый год, потому что в Новый год можно встретиться со всеми своими родными и подарить каждому подарок. Можно провести его со всеми близкими и забыть все обиды. Я бы хотел пожелать всем хорошего Нового года, а в подарок я хочу новый телефон. Я узнала, что меня пригласили на Кремлевскую елку. Мне мама это сказала. Я настолько обрадовалась, что даже не поняла, что произошло. Теперь я буду стараться, чтобы поскорее попасть туда. Итак, это рассуждение ульяновцев в преддверии Нового 2020 года. С самого детства этот волшебный праздник остается в наших сердцах. И хочется верить, что все надежды и ожидания обязательно сбудутся. Вот и все на этот час. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok